Здравствуйте! В эфире программа «День города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги. И я, Валерий Седов. Обращение к рязанцам. Полиция прокомментировала массовые провокации в мессенджерах. В особом режиме налоговые органы проводят Дни открытых дверей. Краски весны. Какие цветы украсят Рязань в начале мая? К рязанцам обратился заместитель начальника МВД Дмитрий Григорьев. Он рассказал, что сейчас в соцсетях и мессенджерах неизвестные присылают сообщения, в которых склоняют людей к террористической деятельности и к другим преступлениям. Притом сообщения могут поступать из недружественных стран. Особо уязвимая категория – подростки и молодежь. Полиция предупреждает и дает рекомендации родителям. Важно заранее проинформировать детей и подростков обо всех возможных рисках и угрозах сети интернет. Научить ребенка не отвечать на сомнительные предложения и сообщения в социальных сетях. Спрашивать или аккуратно проверять, с кем ведет переписку ребенок в личных сообщениях. Обращать внимание на поведение и новые интересы ребенка. Обращать внимание, если ребенок в реальной жизни выполняет задания, полученные в интернете. Так называемые челленджи. Они могут содержать опасные для здоровья действия. Подростку необходимо сообщать о любых подозрительных предложениях и новых знакомых родителям или педагогам. А также передавать дополнительные сведения в правоохранительные органы. Не поддавайтесь панике и сохраняйте бдительность. Житель Михайловского района с жалобами на плохую воду обращался много куда. Одна из инстанций – прокуратура. С привлечением специалистов территориального отдела Роспотребнадзора прокуроры организовали проверку по месту жительства пенсионера. Тут грязь идет. Бред даже не показывает, это понятно. Смесителей больше, чем на год не хватает. В ходе надзорных мероприятий прокурор Михайловского района совместно со специалистом Роспотребнадзора осуществили выезд по адресу проживания обратившегося с жалобой местного жителя для отбора пробы воды с целью проведения исследования химического и биологического состава. Для объективности результатов пробы воды сделали и в других точках разбора по линии питающей домовладения мужчины. Результаты лабораторных исследований подтвердили – качество воды не соответствует нормативам СанПИН. Прокурор Михайловского района внес представление директору ресурсоснабжающей организации. В отношении должностного лица организации возбуждено дело об административном правонарушении. Устранение нарушения взято на контроль прокуратуры района. Приватизировали вместе с деревьями. К сотрудникам природоохранной прокуратуры попало необычное дело о незаконном владении части земель. Впрочем, обо всем по порядку. Это село Ермолова. Находится оно в Касимовском районе. Здесь сотрудники природоохранной прокуратуры обнаружили одно необычное нарушение. В этом селе у одного гражданина был участок в собственности. Пока все просто. Земли под сельхозназначение – ситуация стандартная. Только вот в состав этих земель были незаконно включены земли лесного фонда площадью 139 гектаров. Древесину, произрастающую на участке, оценили сотрудники лесной охраны. По самым минимальным подсчетам стоимость около 100 миллионов рублей. С целью предотвращения уничтожения лесов, с целью возвращения земель лесного фонда в собственность Российской Федерации, Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд с исковыми требованиями к собственникам земельных участков О признании незаконным неживания земельных участков, об исключении из единого государственного реестра недвижимости сведений об их границах, об истребовании в собственность Российской Федерации земельных участков из чужого незаконного владения. Уже в ходе судебного заседания ответчик добровольно исполнил требования прокурора – изменил сведения о границах земельных участков. То есть земли лесного фонда из незаконного владения он высвободил. Решением суда производство по делу прекращено. В противном случае, не обрати на эту ситуацию свое внимание природоохранная прокуратура, дело могло закончиться иначе. Человек приобретает в собственность участок, на котором деревья лесного фонда, после чего от них избавляется. И все на практически законных основаниях земля же его, потому природоохранная прокуратура в суд и обратилась. Работа по этому направлению в Касимовском районе продолжается. Клумбы Рязани украсят более 400 тысяч однолетних и многолетних растений. Пока за санженцами ухаживают в теплицах. Какие цветы скоро появятся на улицах нашего города – расскажем далее. Бархат, циколиус и резинья кохия за цветами для рязанских клумб пока ухаживают в теплицах. Сейчас растения пикируют, высаживая из общей массы в отдельные ячейки с плодородной почвой. А еще удобряют и обрабатывают от вредителей. И хотя в теплицах поддерживают комфортную для растений температуру плюс 20 градусов, помещение все же проветривают. Это необходимо для того, чтобы приспособить цветы к перепаду температур, рассказывают агрономы. Деление уже от большой грядки растений в отдельную ячейку, чтобы она лучше развивалась, и лучше была корневая система, и оно росло свободнее. И так удобнее сажать в город уже, когда отдаем вот кассету. Каждый цветочек получается отдельный. Его берут рабочие и сажают в грядочку. Красный и зеленый колеус украсит Первомайский проспект. Петуньи, Герани, Фестука, Площадь Победы. А бегонии высадят в клумбах сквера недалеко от вокзала Рязань-2. В этом году на клумбы города будет высажено около 15 видов растений, в том числе и многолетники, то есть розы. На данный момент уже посеяно и распекировано около 430 тысяч рассады. У нас существует утвержденный план посадок, в котором расписано количество цветов и виды цветов на определенные клумбы. В первую очередь будут высажены клумбы по Первомайскому проспекту, площадь Победы, Рязань-2 или сквер художников, по-другому называется, ну и возле памятников. Посадят цветы и в парках нашего города. Работы по благоустройству и озеленению начнут в первых числах мая, чтобы на День Победы расцвели все городские клумбы. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». 26 и 28 марта налоговые органы будут работать в особом режиме. Причина до окончания срока своевременного представления деклараций о налогообладаемых доходах остается меньше месяца. Задекларировать определенные доходы в налоговой нужно не позднее 2 мая. Об этом рассказали в налоговых органах. Потому 26 и 28 марта ведомство будет работать в особом режиме с 9 утра до 8 вечера. В налоговой рассказали, кому именно следует отчитаться о доходах. В первую очередь это самая большая категория. Те резонансы, которые осуществляли продажу имущества. Движимого, недвижимого имущества, которое было у них в собственности в менее минимального предельного срока владения. Это может быть как 3, так и 5 лет. Для уточнения этого момента я рекомендую обратиться на наш сайт Федеральной налоговой службы. Там есть подробные разъяснения, как исчислять вот этот минимальный срок владения имуществом. Также большая категория те, кто получают в дар имущество от лиц, не являющихся близкими родственниками. И обязательно должны отчитаться те, кто сдают имущество в наем или в аренду. Эти категории отчитываются в обязательном порядке, говорят налоговых органах. Те же, кто хочет заявить о налоговом вычете, могут обращаться в течение всего года. Однако именно 26 и 28 марта проходит день открытых дверей прием налогоплательщиков, то есть физических лиц по вопросу предоставления декларации формы 3НДФЛ. В рамках мероприятия и расскажут, как правильно ее заполнить и как получить налоговый вычет. Также расскажут о том, кто именно должен задекларировать доходы, в какой срок нужно оплатить налог и ответят на вопросы по декларационной кампании. В Рязанскую область возвращаются перелетные птицы. Первые вестники весны прибыли в регион еще в конце февраля. Серебристая чайка, хохотуни, грачи. Какие птицы уже прибыли с зимовки, а какие только в пути, расскажем прямо сейчас. Активное потепление и увеличение светового дня. Факторы возвращения перелетных птиц в родные пенаты с года в год одни и те же. Первыми в наш регион прибывают грачи и серебристые чайки еще в 20-х числах февраля. Эти птицы, по словам орнитологов, уже вовсю занимаются гнездованием. Затем из южных регионов и теплых стран прилетают и некоторые водоплавающие. Серые и белые цапли – большинство видов уток. Дальше мы ждем скворцов. И в этом году скворцы нас не подвели. И уже 1 марта первые скворцы на западных границах Рязанской области у нас появились. Вот принято считать, что прилет птиц идет с юга на север. То есть к нам они с юга поднимаются и летят на север. Но у нас в Рязанской области прилет идет по западному пути. То есть к нам чаще всего птицы прилетают с запада. Поэтому раньше всего они у нас появляются в Захаровском, Михайловском районах. Если кому-то очень хочется посмотреть на птиц, которых еще в Рязани нет, но которые уже должны быть, то можно съездить в Захарова и наверняка они там все уже есть. В первой декаде марта орнитологи отметили и прилет жаворонков. А еще гусей и куликов. Некоторые хищные виды птиц тоже вернулись с зимовок. Пустильга, обыкновенный конюк и болотная сова. Кого мы ждем в ближайшее время? Мы ждем такие виды, как журавли, например, к нам скоро должны уже прилететь. Вяхери. Очень ждем другие виды водоплавающих птиц. У нас появятся и черки, и красноголовые нырки. В общем-то мы тоже их ожидаем прямо уже в ближайшее время. Но чуть позже, когда растает снег, пожалуют к нам ласточки, соловьи, дрозды. И другие виды птиц, которые питаются в том числе насекомыми. В Рязанской области насчитывают порядка 300 видов птиц. Большая часть из них перелетные. Последними с зимовки по традиции прибывают чечевица и иволга. Окончательным возвращением всех пернатых в наш регион орнитологи датируют середину мая. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Ансамбль «Русские узоры» работает в жанре народной песни. Уже больше 30 лет детский коллектив глубоко изучает и транслирует обществу традиции родной земли. В преддверии Дня работника культуры состоялся очередной концерт ансамбля. Мы работаем в жанре русской народной песни. И пока народную песню, нашу песню, поют дети, будет жить Россия. Культура начинается с нас. С тех пор, как мы работаем, мы постараемся отдать детям как можно больше. Воспитывая поколение за поколением в любви к народному, к традициям, руководители этого коллектива по-настоящему служат Отечеству. Ведь выпускники русских узоров, взрослее, навсегда остаются вот такими, искренне преданными своей родной земле. Я хожу сюда с самого раннего детства. Вся моя семья любит русские народные песни. Это очень душевно. Благодаря русской народной песне мы можем прикоснуться к традициям нашей страны, к нашей культуре. Все русские песни очень душевные. Каждый концерт – театрализованная постановка, новые действия. Костюмы, хореография и исконно русские песни. Такая народная музыка не оставит равнодушных. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В Горьковке регулярно проходят творческие встречи и мероприятия. Одним из них стал праздник словесности. Иностранные студенты из рязанских вузов и СУЗов прочитали стихи русских классиков. Русскую поэзию поистине считают вершиной мирового словесного творчества. Она отражает национальный характер и идентичность народа, его менталитет и уклад жизни. Стихи русских поэтов известны далеко за пределами нашей Родины. Их декламируют как в оригинале, так и в переводе на разных языках. Сегодня в Рязанской областной библиотеке регулярно проводят встречи, на которых можно соприкоснуться с прекрасным миром русской поэзии. Еще в полях белеет снег, а воду уж весной шумят. Бегут и будят сонный брег, бегут и блещут, и гласят. Они гласят во все концы. Весна идет, весна идет. Мы молодой весны, гонцы. Она нас выслала вперед. Весна идет, весна идет. Мне больше всех нравится Есенин. Его стихи, честно, трогают меня до глубины души. Он всегда был моим любимым поэтом. Я думаю, что он останется так же до конца моей жизни. На таких встречах иностранные студенты из Китая, Конга, Камеруна, Армении, Узбекистана и Таджикистана читают свое любимое произведение русских классиков и современных поэтов, приобщаясь с душой и сердцем к культуре нашей страны. Среди чечецов и те, кто не первый раз уже участвует в таких вот межкультурных беседах. У нас это традиционное мероприятие. И, как правило, в нем участвуют около 30-40 человек. Целью мероприятия является популяризация русского языка и русской культуры среди иностранных студентов города Рязани. Безусловно, лидер это Сергей Есенин. А так, конечно, очень любят Пушкина, Тютчева, Фета, классиков. Но и современные поэты тоже присутствуют. Русская поэзия – это часть нашего культурного кода. Уверены организаторы творческой встречи. Ведь именно через стихи иностранные студенты могут не только обогатить свои лингвистические знания, но и познакомиться с традиционными ценностями нашей страны. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова